Добрый день! Крестово-купольные храмы. Очень распространенный тип храмов, и наверняка вы это словосочетание встречали. И видели вот подобные планы, когда у нас в центре есть купол, и от него расходится крест основных помещений. То есть крестово-купольный план. И он дозаполнен маленькими помещениями до квадрата или прямоугольника. Это план Успенского собора во Владимире. Я его покажу чуть позже. Но сначала откуда произошел такой план, такая структура? Дело в том, что купол у нас конструкция распорная, и распор нужно гасить. Как мы можем погасить распор? Самый простой способ это погасить распор толщиной стены, как это сделано в Римском пантеоне. Там толщина стены 6 метров до того, чтобы погасить распор купола. Но у нас есть более сложные системы гашения распора. Как вот здесь, когда у нас две арки, взаимно частично распор гасит. С куполами мы такой сделать не можем. Два купола у нас распор друг друга не погасит. Но мы можем распор купола погасить арками. Что и сделано в ранних христианских церквях, таких как Святую Ирину в Стамбуле 6 века. Вот здесь как раз именно это и происходит. У нас есть огромный купол, распор которого уходит на 4 арки. И уже дальше гасится распор этих арок. То есть вот здесь образуются помещения, в которых толстые стены для того, чтобы погасить распор этих арок. Потому что у этих арок тоже есть распор, который надо гасить. Таким образом получается вот такая вот крестово-купольная система. Купол распор уходит на арки и уходит вот в эти вот уголки. Вместе с религией из Византии на Русь приходит и храмовое строительство. На Руси начинают строиться храмы, очень похожие на византийские. Очень часто приезжают византийские мастера, делятся секретами, делятся технологиями. И система этих храмов именно такая, крестово-купольная. То есть в центре у нас располагается большое пространство. От него крестом расходятся меньшее пространство и уходят в углы. Но на Руси строятся уже не такие большие церкви, как в Византии. Пока еще учатся технологии. Поэтому купола небольшие, распор в них небольшой. Их можно поднять на барабаны. И уже нет такой необходимости гасить распор этих куполов. Но тем не менее структура сохраняется. Вот как раз Успенский собор во Владимире. Если от него убрать все пристройки, всякую красоту, то останется вот такая вот схема. То есть у нас с вами в центре купол, поднятый на барабан. Крестом расходятся арки, которые как бы берут распор этих парусов на себя. Этой части. И в углах образуются помещения, в которых толстые стены, как правило, которые гасят распор уже вот этих арок. И вот над этими помещениями можно поставить дополнительные барабаны для освещения. Мы получаем пятиглавый храм. Мы не можем главку поставить вот в этих местах. Потому что это будет нагрузка дополнительная на эти арки. Увеличение этого распора. А вот сюда мы прекрасно можем поставить дополнительные конструкции. Таким образом складываются пятиглавые храмы на крестово-купольном плане. И их достаточно много. Они достаточно распространены. Дальше, конечно, они могут обрастать пристройками, чуть-чуть меняться. Останется выше, ниже. Но, тем не менее, это основной тип православных храмов на территории Руси. Спасибо большое за внимание.